привет всем то что пойдет дальше это в своем роде исследование интересное а то многие думают что они хорошо понимают как функционирует и государство нет мы многого не понимаем во вторых это философия потому что мы задаем вопросы которые оказывается никто за всю жизнь не задавал как философ любитель я воспринимаю это как комплимент а в-третьих это моя заявка на участие в конкурсе иогана по трэшу наша повседневная реальность конечно иногда круче всякого трэша который можно выдумать и главное выдумывать ничего не нужно нужно просто задать правильный вопрос который как вы знаете содержит большую часть ответа всегда отдельное спасибо госслужащим которые приняли участие в этом проекте у меня нет к ним никаких претензий мне помогли настолько насколько могли помочь так что тут без вопросов с моей стороны скажу что никакого троллинга здесь не было я взял свой паспорт взял деньги на государственную пошлину и пошел в одно всем хорошо известное государственное учреждение чтобы получить довольно простой как мне казалось информацию справку а вот что из этого вышло слушайте дальше и мотайте на ус конечно особенно молодежь и надеюсь за интересную информацию простите мне качество записи по понятным причинам она оставляет желать лучшего приятного прослушивания скажешь я не знаю к вам вопрос или нет справочку о семейном положении можно получить нет если мне нужно например ну там состою в браке не состою не знаю количество детей нет никогда не состоял состояли вам нужно справка за какой-то период вот с момента расторжения брака по настоящее ну как минимум в на данный период положение а про более экзотические справки не знаю мы же с кем проконсультироваться например печень прошлых историй гражданских состояний сколько брака было общего такого документа я знаю что нет стандартного то есть грубо говоря история получить нельзя вообще нет как бы вот общий сводный такого не бывает то есть вы предоставляете о каждом конкретном браке документы о разводе документы если брак расторгнут справка о браке свидетельство и так далее и вот с этим документов складывается история а если вопрос по другому поставить если человек если я хочу чтобы мне человек доказал что он никогда браке не состоял как он это может сделать ну по месту прописки берется справка если вот например человек родился в москве да и всю жизнь в москве ни разу не был вообще говоря не факт что родился в москве нет скорее нет это да а так конечно проблематично здесь уже чисто доверие хорошо тем более у нас государство огромное и снг и то еще однако вообще единая база чтобы все это ответственность человека перед законом в любой момент если там происходит какое-то там наряженство или что-то всегда можно судно признать брак недействительным и так далее хорошо более практичный вопрос если мне нужно показать сколько у меня всего детей официально сколько у вас детей но вы как отец вы же не лишены родительских прав но вообще говоря я знаю что признают отцами по суду заочно это я точно знаю потому что сталкивался смотрите как бы я знаю те у кого я вписан могу его знать у кого еще могу вписать но я об этом не знаю ну хорошо по-другому более прикладной вариант девушка хочет выйти за меня замуж говорит что детей у нее нет как она может это мне доказать то есть я я думал что можно взять некую справку в каком-то центральном отделе загс где будет сказано что там дети которые были зарегистрированы на человеке я почему и хотел нет 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 не выжила москве просто человека при рождении ребенка регистрирует либо по месту прописки родителей либо по месту рождения ребенка вот если например мама родила ребенка в рязанской области она могла там зарегистрировать вопрос не об этом если мне нужно это кому-то доказать если кто-то мне должен доказать как это доказать через загс вот здесь с утачки мне кажется невозможно доказать а научно один могут признать знакомый которого признали заочник без его вену без его присутствия на основании свидетельства он был наш знаком он об этом узнал когда к нему приступ пришли по поводу олифинцев алименты за то время пока он был вписан никак не отменен никогда со всеми процентами со всеми когда надо добиваться а тут пожалуйста да именно так не простой вопрос как мне доказать что у меня нет там нет детей или на то что я говорю что у меня один сколько их на самом деле сколько не знает я не могу сам на себя справку взять что у меня там есть дети такого-то года рождения нет там я так понял отсылают вот мне сейчас дали адрес это архив какой-то центральный архив нет я могу понять что это запрещено про чужих детей мне очень понятно про своих то есть я на своих вы можете естественно я могу взять ваш паспорт и по базе посмотреть если вы в Москве детей регистрировали я увижу всех ваших детей это ваш конкретно ваши дети вы всегда у меня есть дети будьте добры вот я бы хотел вам но мне такая справка сейчас было бы интересного я понимаю что ей придется самой идти но я хочу для начала про себя я могу такую справку получить получить справку еще раз вам говорю я например загляну в базу вижу что детей у вас нет но как мне получить эти данные что детей у вас нет я не смогу потому что она будет неправильная может быть еще раз говорю у вас есть дети в петербурге или у вас есть дети в мурманске ну окей хотя бы по москве то есть в этот список не существует только за период какой-то временной обраке что вот да человек с такого-то такой-то момент в браке не состоит вот по москве надо на данное время вот такую справочку вы в архивно информационном о своем гражданском состоянии касательно брака можете что касается детей такого документа не существует загс выдает конкретно есть ребенок получите документ ну окей вы сказали что у вас данные есть в принципе что вы их видите ну с определенного года да по москве я могу эту выписку можете в каком-то бумажном виде да выдать бумагу я не могу нет такой формы бумаги понимаете я что-то неправильно данные есть выдать не можем если есть данные что есть ребенок о ребенке конкретном выдать вам повторные документы о рождении вашего ребенка можем а о том что нет детей не можем нет такой формы нет меня бы устроил просто список всех детей по годам рождения зарегистрированных на меня такой формы документа список детей нет окей раз есть данные иначе как-то их получить можно чуть-чуть только через суд получать что ли я говорю я не знаю точно прецедент что человек стал отцом заочно не знал об этом не знал до момента пока к нему приставок наверное признал его да решению суда вопрос как я могу узнать что ну нет понятно что не просто так там на основании сельских показаний вопрос как я могу получить список этот на мне есть дети висят которых я могу просто не знать грубо говоря какая-то мама ну вопрос не то как бы уверен или не уверен вот шаг тоже был вечно никто не висит оказался на нем висит с долгом вопрос следующий у меня есть реальный как бы случай с моим русской знакомым он узнал после как нему приставы пришли что его признали заочно по суду отцом ребенка он об этом не знал там по моему ну что-то типа двух лет там соответствующими долгами и так далее вопрос следующий я логично подумал что вы из архива ко мне пришли да вы с сотрудником там консультировались по вопросу справки так понятно дальше вопрос следующий возник логично могу я получить некую справку выписку где будут перечислены все дети которые на мне зарегистрированы на вас да то есть может такое быть что я о них не знаю а вы не скажите вот этот ваш знакомый он женщину то знал да он с ним был знаком он знал что у нее ребенок от него нет насколько я знаю нет они были лично знакомы да ну вы понимаете что лично знакомы с многими людьми он потом подал заявление на экспертизу как то она как то доказывала что в суде он читал потом это решение он доказал про него доказали заочно он потом отспаривал чем кончился я не знаю но это дело даже не в этом дело сам факт что даже если он отспорит а так поймал сам до конца может быть не уверен да то есть пока не диспертизу не прудут не узнает пока он не докажет он является по закону несет все обязанности соответственно с него например доказала что он отец да да с него например долг по алиментам не снимут даже если докажут что это было неправда нет ну почему снимут другим иском что не должны были начислять нет не снимут это 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 уже проверенный факт это точно абсолютно то есть пока он числился до до момента пока его имя стоит следствие рождения доказать что на момент вынесения данного решения он не был отцом еще бы хорошо что есть заведомо это было известно это так нам невозможно будет пока как доказать что заведомо известно но но суть не в этом мой вопрос не об этом это как бы их личные дела там ну кто то вопрос там могу я получить список детей это вы так думаете я знаю об одном который я лично регистрировал нет я с ним нет я с ним живу я как бы знаю что он на мне вопрос другой брак его родили да все дети которые разделись у вашей жены на момент брака это будет по вам это это я знаю это как бы это сам очевидно по закону но тем не менее список детей я могу получить другой вопрос это принц тот же самый вопрос но перефразивания сейчас у меня предположим есть девушка до который хочет ну со временем выйти замуж я задаю вопрос у тебя дети были она ведь не было как она может взять справку что детей не было у нас на данный момент семейный кодекс нам говорит что вы только можете ознакомиться с состоянием друг друга о здоровье и все нет я не собираюсь брать за нее эту справку нет я имею ввиду что законодатель нам говорит только о состоянии здоровья вот это реально вы имеете право вы можете с ней пойти вместе в некоторых странах это обязательно вообще даже условия для брака пошел и получил только обязательно эту справку вы можете пойти с ней по врачу решить этот вопрос нажала она или не разжала врачи ее осмотрят нет медицинский аспект он конечно интересен но он решается другими способами для этого не нужно в заказ эти состояния смотреть просто странно также консультируем по медикам по климатическим вопросам и все мне только что сотрудник просто в архиве сказала что поскольку база по крайней мере по москве база есть там видны дети которые числятся нет значит в нашем законодательстве нет такого понятия хочу такую информацию в нашем законодательстве есть понятие регистрация актов гражданского состояния акт состоялся ребенок родился люди пришли и у нас зарегистрированы дальше если требуется информация получить новый документ люди приходят и говорят в таком-то году я родил такого-то ребенка дайте мне по нему документ это как бы все уже об информации и так знают предоставление информации хочу проверить законодательство на данный момент не предусмотрено поиск записи производится вы называете кто родился и в каком году мы ищем эту запись я так понимаю задавать вопрос была ли там был ли я в браке история браков тоже бесполезна было ли в браке но вы говорите я был в браке вот найдите мне за какой-то год нет вопрос по-другому стоит скажем я хочу показать человеку в скольких браках я был и что они на данный момент брака нет то есть начало конец справка я понимаю но некий государственный документ была бы там начало и конец начало и конец все документы установлены министерством юстиции виды их есть только справка о браке только свидетельство о браке свидетельство о разводе есть только свидетельство о рождении по актам то есть если вы хотите начало и конец вот что в одном документе у этого гражданина 5 браков и 4 развода последний не расторгнут такого документа не существует чтобы показать все ваши браки вы берете все документы о браке 4 справки одно свидетельство и все документы о разводе 4 свидетельство о разводе и так вы показываете на данный момент государство таким образом работают а хотя бы я могу взять на сегодня на данный момент что я не брать не состоял если у вас был брак у меня может быть у меня же его никто не заберет она у меня останется навсегда да значит у меня может быть заключен другой брак например в другом городе в нижнем новгороде соответственно свидетельство о разводе у меня есть но у меня есть уже свидетельство о браке конечно и чем это доказывает вопрос меня не о законопослушности вопрос как я могу доказать человеку человек может доказать мне это про заведомо известный факт я привел пример с отцом который не знал о факте например это во первых во вторых человек может скрыть вот банально банально вопрос не женитесь вот женщина заявляет что у меня детей нет как она может это доказать что нет и на самом деле она должна доказывать по нашему сконодательству это сказать никому она хочет доказать мне зачем чтобы я был убежден что до детей нет что не живет какой-то ребенок тетки и там далекой деревне сейчас это не касается пока вы не женаты на нем хорошо ее касается я же не собираюсь за нее справку брать я говорю она готова прийти сама и написать заявление соответствующее там прошу выдать мне а не предусматривал такие вопросы семейное право основано в первую очередь на межличностных не материальных отношениях людей когда вы друг другу говорите правду не женились когда слово право здесь не уместно это уже на уровне так сказать он сказал я вообще регистрирует брак непонятно вот право только когда вот вы уже решили вы договорились и решили зарегистрировать брак вот тогда подключается норма права до этого момента до этого момента никаких норм не существует кроме вашего общения но есть же про понятие договора в гражданском праве когда просто люди разговаривают и договариваются это потом уже нужно прописываться законодательством есть норма морали нет норма морали договоре не прописывается как 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 человек может доказать мне или я доказать ему что вот я например заявляю у меня ребенок один я знаю он у меня один он живет со мной как я могу показать что их не два у меня нету еще первого брака который я за портал меня умолчал у меня живет какой-нибудь там еще первый сын в семейном это не предусмотрено но предусмотрено я так понимаю тем же самым гражданским кодексом когда есть порядок вашего договора вы идете к нотариусу пишите заявление у меня всего один ребенок дорогая ставлю тебя об этом в известности нотариус свидетельствует вашу подпись и если вдруг у вас несколько детей она предъявляет к вам уже из вы обманули ее я не изучала гражданское настолько хорошо чтобы вам сейчас но там думаю есть нормы такие и что да никак какие могут быть санкции ну и сама наталья есть у нее дети или нет вот вы понимаете что санкции никаких не будет любая справка которую вы хотите она незаконна и чтобы она вам не принесла не написала последствий юридических это никаких не порождает но как юридическим я хочу удостовериться я хочу знать и хочу чтобы она удостоверилась там призывает у меня ноль я заявляю мне один как друг вот можно доказать например этот ребенок является наследием если он есть значит влияет как что она что на ну как потому что это важная информация потому что человек неплохо было бы ее как-то знать еще раз он говорю семейное право она вот минимально вы сейчас должны с ней договориться об этом это это не право это не женитесь это это не вопрос права то защищение напишите тогда даже ваша жена ничего не унаследует если только не доживет даже поняли вопрос не про завещание вопрос про то нет ваше желание просто хочу знать она понятно но никак кроме получить от нее эту информацию вы не сможете юридически юридически можно искать такую информацию но гражданину она не предоставляется вот вас когда будут по суду искать те же судебные приставы они вас найдут а гражданин вас не найдет такая информация она предоставляется только суду органам следствия дознания прокуратуре все гражданин не имеет права даже если она сама хочет вам что-то принести нашим законам это не установлено такой справки не существует и тут два варианта вам остается ей поверить или отказаться от женивы вы не сможете себя подстраховать юридически вот вы встречали человека вступая с ним в отношениях вас никто не страхует от того что вот к вам не врут только я как должностное лицо вот вам у меня в законе прописано как я общаюсь с вами какую информацию предоставляю встретимся мы с вами на улице и будем разговаривать о погоде а еще о чем-то ничем наши отношения с вами не урегулировали это наверное уже факультативный вопрос их наверно в общем к телу уже не относится но все-таки чем это объяснимо информация есть но мы и дадим это как напоминает про печкина там типа как там узнаете за сцена мега посылка есть но я вам ее не отдам нет 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 то что не положено я понимаю как какого этом когда закон изменится когда закон изменится мы будем работать по-другому сейчас только там не понимаешь это не вы я не спрашиваю это не вы придумали я понимаю естественно такая справка которую вы хотите она не предусмотрена понимаете у нас в семейном кодексе есть статья что новомрачные имеют право знать о здоровье друг друга никто обычно этим не пользуется очень зря очень зря впишут в закон новые какие-то аспекты пожалуйста справка памяти можно пойти какую-нибудь он инвитера сдать пакет анализов и вот он обменялись я ей справку нам нет все вопрос закрыли не просто здесь вопрос не менее важный но на справку про него получить не на государственном уровне пока еще не за мои 20 лет впервые такой вопрос задаете честно говоря впервые за 40 лет столкнулся с человеком которого вы заочно признали отцом и меня сидит на это посмертно можно признать отцом посмертно как-то еще понятно не понятно не другое непонятно другое работу судебной системы что и повестки не пришли вот это непонятно это вопрос судебная система должна подставить вас вещь известно это понятно зарегистрирован по одному адресу жил по-другому все очень просто а вот не надо вот этого делать у нас же прописка вот в ее всех них поехал длительную командировку или он прописан у родителей там не знали еще у кого-нибудь там их родственников то квартиру изменяли что-то куда-то не дошло мы не нашли его мы нашли не вызвали изначально воспитывать мне кажется мужчина чтобы они понимали что дети у тебя могут быть отличный вопрос это это я могу перефразировать его по-другому моему сейчас сыну 17 с лишним уже лет а у него ну как бы он близко к тому что он может примерно то же самое начать делать ну в принципе он мог в 16 вопрос не в этом вопрос там вот встречает он девушку девушка ему говорит я она говорит два факта я замужем не была официально заболеваний у меня никаких нет серьезных и детей у меня нет заболевания может проверить легко это идется в клинику и сдается два анализа а вот эти два факта была я замужем нет и если у меня дети они чем угрожают при вступлении в брак это не условия брака ну как чем угрожают представьте скрывается после она говорит он будет жить с нами теперь это мягко говоря влияет разводится а свой ребенок куда который уже появился как она возьмет услышать это я сам знаю со мной лежит сын не рассказывать мне как как сновья остаются тяжело это не каждый повторится здесь возможно все перевернется и только с отцами будут оставлять потом подождите судебное производство на доказывание факторов он доказывает что это лживая женщина хорошо а будет ребенок жить где она заявляла официально если она справка предъявил можно сказать что справка поддельная справка не было такой справки пусть возьмут заявление сделанная у нотариуса заявление у меня а там детей нет браке действующего брака нет и так далее но и что это с этим потом делать я думаю что бесполезно будет совершенно бесполезно это заявление которое вот факты лжи подтверждающие что человек вам сказал что у него это в семье и что на этом основании с ним ребенка оставит он правильнее было бы не вступать в брак при этом а не потом его расторгать понимаете в чем дело проблема очень серьезная приемный ребенок это большая проблема это я вам как приемный ребенок это воспитывать очень сложно своего ты не знаешь как а чужих то вообще непонятно когда и гена нитей вообще непонятно что у него в голове но понимаете в чем дело но никто от этого как бы ну вот только на человеческом доверие только вот я просто якобы я работаю войти я знаю что есть такая же как база данных все что мы делаем все в электронном виде на так логично кажется что ну раз люди зарегистрируют все перемены в гражданном состоянии значит это есть трек просто сохраняется значит логично один единственный запрос базе должно вывестись там рождение и дальше все перечень всех актов выводится список да значит там брак вступил ростов вступил ростов причем даже с причиной почему расторг то есть там почему желанию там да и там по смерти допустим там все рождение рождение детей причина нет в законе в записи не пишется 30 лет назад писалось причина сейчас не пишется вообще ну я имею ввиду что допустим там брак был но он прекратился из-за смерти одного из супругов например они из-за того что развод ну хотя бы это и уж точно рождение детей я думаю что я могу получить справку где мои дети перечислены там в общем интересно сказать не все нашим детям обращение в архив она ничем не поможет если то что назвали адрес какой-то там не знаете что делают значит еще даже 10 лет назад не было такой возможности когда гражданин хочет вступить в брак за пределами российской федерации ему нужно там подтвердить что он не состоит в браке в россии и бились со страшной силой не могли ничего придумать что же делать и как же быть нашим гражданам не выдавалась такая странка а еще если мы с вами шагом в столбе наши были запрещены брать с иностранцами с ссср поэтому соответственно законодатель не прописывал как выдавать документы для заключения брака и вот ситуация изменилась законодательство не меняется мы все шагнули вперед и сейчас архивно информационную выдает справки жителям и кто прописан в москве о том что за граждане заявляют какой период и такой период что записи о браке не одна насколько я знаю вот это конкретно справка выдается по заявлению через консульство и запрашивает и не гражданин и запрашивает консульство в иностранном бакулации консульство мы не отвечаем тем более иностранному информацию дожданин она чрезвычайно пойдет там и так далее спасибо что время меня потратили я договорился примерно так я думал что все-таки хоть что-то не дадут хотя бы например состоит в браке или нет только если у вас и вам вы приносите свидетельство и с этого момента по сегодняшнее число они вам найдут и только если вы пишете причины уступления в браке за границей по другому основании не выдается это документ а про детей вообще ничего не выдается я все могу понять про чужих детей на то что просто их нельзя получить это выше моего понимания честно как если мы если можно признать заочно значит уже не знает когда было бы запрещено заочно признавать мужчина он не отец этого ребенка это вопрос факультатив я не знаю я же не доктор и не проверял как раз неинтересно потому что он может получиться и так и так обычно значит чтобы прийти я же много решений читаешь он прийти в решение суда подать заявление ты должен написать что такой-то проживал со мной в такой-то период после чего я забеременела и родился ребенок такой-то встречал меня из роддом а вот фотография или такой-то сразу прекратил со мной отношения уехал к маме он знал что у меня ребенок а дальше его генетическая экспертиза что они по крови все-таки родственники либо свидетельские показания которые друзья вы слушаете но он сидел с нами за столом и это был его рога он говорил нет столом нет то что они уже они расстались до родов он не встречал из роддома и не знал об этом вообще свете заявили что они типа да он ходил общался какое-то время типа ходил постоянно в гости и есть совместные фотографии и совместные фотографии за столом вот сидит семья там напевают и они сидят рядом все я хочу сказать что этих фотографий нет не видно он реально является лицом ребенка считает что они родили от путина еще от кого-то именно тогда тем будет что путин пожимает руки да и можно было фотографировать сказать что но факт то что да почему мужчина не остановился во первых нелегко потому что надо об этом сначала узнать он об этом узнал с опозданием на там два года что ли во вторых нужно все теперь по суду оспорить и в третьих и в третьих все что ему начислили за этот период не устранимо ничем вот насколько уже объяснили ничем не устранил никогда юридическую давайте рассуждать даже логически если человек не являлся отцом ребенка и его он являлся по закону являлся он не будет являться момент вступления решения суда по крови понимаете в чем дело это основной момент основной момент если это его ребенок нет и он сидит такой блин действительно это живут как они меня нашли я так скрывался но ребенок мой мы с ней точно спали а если он мы за столом посидели обнялись поцеловались и расстались я знаю что это не мой ребенок другая история если он с ней извините меня не спала она тоже знает что он с ней не спал тогда спал не означает отец ребенка я понимаю вопрос опять о том что пока он числится зак по закону чисто в закон наступившие силу решения суда и о-е-е вписали пока она действует пока она не отменит вот это период он является отцом со всеми вытекающими если он докажет что она знала что это не он но это сами пойти как-то доказать если загси вот нельзя поправку получить как-то доказать она знала ну она знала это от отри и доски дальше значит почему вы перестали общаться почему мы не подошли друг другу расстались и тут она раз и рожает через 9 месяца после расставания или через семь или через шесть какие-то причины были для расставания мы поможем были какое-то отношение то имеется то же доказательство не отменяет этого периода все равно не отменяет к сожалению я понимаю это это юридический вопрос и факт что я говорю что сам сам именно актуально то что я бы там своему сыну хотел сделать я бы сказал сказать что ты во первых можешь справку только получить на там данный момент поскольку есть детей там официально писать детей не зарегистрировано на месте по всей стране и второе ты можешь у девушки справку песни нанести официально не зарегистрировано написано нет и не зависит им что же так просто это умещается на там четверть страницы на данный момент абсолютно это непросто а возможно через какое-то время дает будет проще на данный момент не так спасибо вообще надо сказать работаем в тяжелейших условиях вот был случай в упор среди бела дня застрелили одного банкира киллера схватили на месте он признался сразу так и сказал это заказное убийство его отпустили конечно они все равно все нераскрываемые нет доказательств то есть знаем кто где когда имеем отпечатки пальцев съемки скрытой камеры показания свидетелей доказать ничего не можем знаем куда ведут нити и знаем кому по именам вы их тоже всех хорошо знаете как а как и как Продолжение следует...